В прошедший уикенд в Инглуде, штат Калифорния, США, легендарный американский боксер Бернард Хопкинс провел свой последний бой в карьере. Соперником 51-летнего американца по 12-раундовому поединку за титул WBC International в полутяжелом весе стал его 27-летний соотечественник Джо Смит. Смит начал бой агрессивно и сразу же с первых секунд заставил Хопкинса использовать весь свой арсенал защитных умений. Тем не менее, Джо удавалось доносить до головы и корпуса Бернарда весьма мощные удары. В четвертом и пятом раундах Хопкинс приноровился к стилю своего соперника и выровнял ситуацию. Но уже в шестой трехминутке Смит усилил прессинг и продолжил бомбардировку ветерана. Развязка наступила в восьмом раунде. Молодой нокаутер зажал Хопкинса у канатов и серии ударов выбил Бернарда с ринга. Хопкинс отказался продолжать схватку, сославшись на травму, полученную при падении. А итогом противостояния стала победа Джо Смита нокаутом. Стоит отметить, что для Бернарда Хопкинса это поражение стало первым досрочным в почти 30-летней карьере. В Энгловуде, штат Калифорния, США, украинский чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик провел первую защиту принадлежавшего ему титула. Соперником Александра стал известный южноафриканский боксер Табисом Чуну. Украинец начал поединок с быстрых джебов и постоянных смещений, не заряжаясь на мощные удары. К экватору Усик увеличил темп и усилил прессинг и в шестом раунде отправил южноафриканца в нокдаун. Мчуну сумел восстановиться и продолжить боксировать, но чемпион уже прочно захватил инициативу и его удары стали значительно тяжелее. Развязка наступила в девятой трехминутке, когда претендент дважды побывал на настиле ринга. После второго падения на канвас бой был остановлен, а итогом противостояния стала победа Александра Усика нокаутом. В Энглвуде, штат Калифорния, США, перспективный и не имеющий поражения американский боксер полулегкого веса Джозеф Диас продолжил свою победную серию. Соперником 24-летнего американца по 10-раундовому бою за титул НАБФ стал 26-летний мексиканец Арасио Гарсия. Поединок, в котором Диас смотрелся гораздо предпочтительнее, прошел всю отведенную дистанцию. Итогом стала победа Джозефа Диаса единогласным решением судей с одинаковым счетом – 190. В минувшие выходные в Екатеринбурге, Россия, российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин провел поединок против француза Юана Дюапа и одержал досрочную победу. Как и прогнозировалось, Поветкин с первых минут поединка занял центр ринга, прессинговал и оттеснял своего соперника канатом, работая по этажам. Раз за разом Александр успешно наносил сдвоенный хук слева. Один из таких левых боковых потряс француза в конце четвертого раунда, но развить успех россиянин не успел. Поветкин превосходил своего соперника во всех компонентах – силе, скорости и точности. Ближе к середине поединка преимущество Александра стало неоспоримым. Поветкин легко проходил на удобную для себя дистанцию и бил на выбор. Развязка наступила в шестой трех минутке, когда на последних секундах раунда Поветкин мощным крюком слева отправил Дюапа в глубокий нокаут. Результаты боев андеркарда боксерского шоу в Екатеринбурге оказались под стать главному противостоянию вечера между Александром Поветкиным и Йоанном Дюапа. В титульных поединках досрочные победы одержали российские боксеры – легковесы Рустам Нугаев, который вернулся в ринг после двухлетнего перерыва, и Павел Маликов. Представитель первого легкого веса Шавкат Рахимов и выступающий в первом среднем весе Магомед Курбанов. Полутяжеловес Василий Лепихин победил по очкам, а также отметим успешные выступления проспектов из первого тяжелого дивизиона – Максима Маслова и Алексея Папина. Что касается допинговых скандалов прошедшей недели, то главный из них случился в Екатеринбурге, где россиянин Александр Поветкин должен был провести поединок за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC против канадца Бермен Стиверна. Однако этот бой был отменен из-за того, что допинг пробы Поветкина дали положительный результат, и в крови Александра был обнаружен запрещенный препарат Астарин. В итоге вместо отказавшегося от поединка Стиверна Поветкин боксировал с французом Юаном Дюапа и выиграл нокаутом в шестом раунде, а титул временного чемпиона мира на кону уже не стоял. Глава промоутерской компании Мирбокса и промоутер Александра Поветкина Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию так. Говоря о том, что Саша не потреблял этот допинг умышленно, я в этом уверен. Но с другой стороны, я понимаю, что вполне возможно, что мы все равно виноваты. И я так же, как Саша, хочу извиниться за все, что произошло, за то, что нам пришлось бой отменить и находить вот такой вот компромисс. Это не то, к чему мы шли. Это не то, что нас устраивает. Но уже, конечно, никто не ожидал, что в последний момент, в ночь перед боем будет обнаружено это вещество. Вообще, конечно, в принципе, я должен был отменить этот бой. И если бы это было бы хотя бы чуть-чуть раньше, то я бы этот бой отменил. Мы провели замену и провели этот бой просто, чтобы не разочаровывать людей, которые собрались, которые пришли сюда и хотели посмотреть на Сашу Поветку. В Индию, штат Калифорния, США, в поединке за вакантный титул WBC United States в полутяжелом весе встретились украинец Вячеслав Шабранский и кубинец Салливан Баррера. Противостояние получилось весьма зрелищным. Уже в первом раунде Баррере удалось отправить Шабранского на настил ринга. Во второй трехминутке Вячеслав взял реванш и уже сам приземлил на канвас кубинского боксера. Но в пятом раунде мощным ударом справа через руку кубинец отправил своего соперника в нокдаун. В седьмой трехминутке Баррера повторил комбинацию и Вячеслав Шабранский снова упал на настил ринга. Сразу после этого угол украинского боксера выбросил полотенце. Итог поединка победа Салливана Барреры нокаутом, а Вячеслав Шабранский потерпел первое поражение в карьере.